Национальный день донора отметили в Иванове. В праздничный день на областной станции переливания ажиотаж. В качестве доноров сюда пришли студенты, сотрудники МЧС, представители общественных объединений и другие неравнодушные. У регистратуры даже скопилась очередь. Сегодня уже пришло очень большое количество народу. Очень много студентов желают впервые. Кто-то впервые желает сдать кровь, кто-то уже повторно желает сдать кровь. И очень радует то, что очень много желающих. Непосредственно перед донацией доброволец сдает кровь из пальца. Потом в обязательном порядке посещает терапевта. Быть донором не так просто. В течение нескольких дней необходимо соблюдать специальную диету, вычеркнуть из рациона некоторые продукты, пить много жидкости. Кровь, которая впоследствии спасет чью-то жизнь, должна быть отличного качества. Во-первых, донору должно быть 18 лет. Второй момент. Обязательно моральная подготовка. То есть человек должен понимать, как это важно, как это нужно и что это совсем не страшно. И подготовить себя. Утром обязательно позавтракать с учетом нашей диеты. Наша диета за сутки. Не кушаем жирную и молочную пищу. Впрочем, многие из присутствующих знают обо всех правилах непонаслышке. Те, кто сдает кровь регулярно, называются кадровыми донорами. Знак «Почетный донор» в регионе имеют больше 11 тысяч человек. Я уже не первый раз хожу. Я уже сдаюсь с 9-го года, что каждые две недели я в основном хожу на плазму. Ничего сложного. После сдачи чувствую себя прекрасно. У нас на крови делается очень много рекордов, которые помогают спасать жизни как детям, так и уже взрослым людям. Я считаю, что это очень полезное и доброе дело. Станция переливания в полном объеме обеспечивает компонентами крови весь регион – областные, специализированные и районные больницы. После донации желающим организаторы предлагают сфотографироваться с ростовой куклой в форме капли крови. А учет прибывших на пункт ведет вот такой каплиметр. Это каплиметр. Каждый, кто сдал кровь, берет шарик, который символизирует капельку крови, и отпускает туда шарик, как символ того, что он принял участие в нашей акции и, возможно, даже спас кому-то жизнь. По предварительным данным, в этом году в День донора кровь сдали около 150 человек. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.